За круглым столом собрались чуть ли не самые активные пассажиры городских маршрутов, студенты. И главный вопрос – цена за транспортную карту. Нет понимания того, из чего формируется эта цена. Предложение сейчас такое, что нужно встречаться со студентами на уровне профсоюзов, студенческих советов и доносить до студентов, из чего эта цена формируется. По данным специалистов, себестоимость поездки в общественном транспорте ниже цены, которую горожане платят за билет. В зависимости от вида транспорта, реально, муниципальные перевозчики тратят на поездку одного пассажира от 27 до 45 рублей. Самая дорогая себестоимость у метро. Кроме того, две трети всех пассажиров и льготники. Так пенсионеры ездят бесплатно, школьники и студенты пользуются скидками. При этом перед городом стоит задача не просто доставлять самарцев на работу и учебу, но и обновлять транспортный парк. За последнее время было закуплено 125 новых автобусов, 39 троллейбусов и 20 трамваев. В этом году у нас планируется закупка еще 10 трехсекционных трамваев. Это техника, которой в Самаре не было никогда раньше. Это будут длинные вагоны, порядка 300 человек вместимостью и порядка 30 метров длиной. Однако при всей обоснованности повышения цен учащиеся вузов предлагают поддержать тех, для кого и льготный проезд выходит накладно. Это наиболее социально незащищенные категории. Что же должна сделать городская власть в плане того, чтобы защитить каждого студента? Согласна, абсолютно. И на мой взгляд, вот эта вот защита, она должна быть, понимаете, направлена на конкретного человека. Эта помощь должна быть в обязательном порядке адресной. В ближайшее время предложение студентов будет проработано депутатами городской думы совместно с молодежными общественными организациями и профсоюзами. Возможно, одним из вариантов будет оказание адресной поддержки посредством социальных служб. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.